Вводишь сам, научи другого. В минувшую пятницу в Белгородском ДСААФ преподаватели автодела состязались в автомногоборье. В него входят испытания на знание основ правил дорожного движения, оказание первой медицинской помощи и самое интересное скоростное маневрирование. В этом году в состязании свой класс вождения подтверждали 22 преподавателя. О том, как обуздать железного коня, репортаж Андрея Москалика. Вот так, внимание, марш! Змейка, параллельная парковка, горка – все эти элементы вождения сдаёт каждый будущий автомобилист. А для их преподавателей это уже пройденный этап. Поэтому основная их цель – скорость преодоления препятствий. Чем быстрее, тем лучше. При этом важно не совершить ни единой ошибки. Чувствуешь себя как ученик. Тоже есть волнение. Были все в борьбе. Тяжелого, в принципе, ничего нет. Мы же детей каждый день этому обучаем сами. Поддержать своих преподавателей пришли ученики. Сегодня они – основные болельщики автомногоборья. В этой нелёгкой науке дорожной команда наставников точно поможет. Внимание! С нами встречайте, друзья! Лучшие в мире учителя! Второй этап соревнований – это теория, а именно решение билетов по правилам дорожного движения. В распоряжении участников 20 вопросов и всего несколько минут на ответы. Третье испытание – оказание первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП. И всё это не столько ради призов, сколько ради качества обучения слушателей автошкол. От качества подготовки данной категории зависит и безопасность на наших дорогах в целом. Проводится второй раз, но будем надеяться, что и в последующем станет это доброй традицией, и ежегодно будем проводить такие мероприятия. Ежегодный белгородский преподаватель автодела подготавливает полторы тысячи школьников, которые по достижению 18 лет получают водительские права и становятся полноценными участниками дорожного движения. И именно от личных и профессиональных качеств учителей зависит уровень подготовки молодых водителей. Как отмечают специалисты, за 9 месяцев 2015 года количество ДТП с участием водителей со стажем менее 3 лет уменьшилось на 34%. А значит, все эти усилия не зря. Андрей Маскалик, Евгений Кравцовский. Новости мира Белогория.